Всем огромный привет! С вами Оксана и сегодня я хочу вам показать свой рукодельный уголок. К этому шла я очень давно и наконец-то я могу снимать вот в таком вот прекрасном своем рукодельном уголке. И сегодня я хочу рассказать, как я его компоновала, собирала, свои мысли о том, как он должен выглядеть. Мой рукодельный уголок, здесь я написала, чтобы ничего не забыть. И я очень долго к этому шла, думала, как он у меня должен выглядеть. Он должен быть, конечно, функциональный, мобильный, я считаю, мой уголок, так как я снимаю, конечно, видео, мастер-классы. И я очень-очень хотела появляться в кадре. Но, как вы знаете, кто со мной давно, вы, наверное, видели, я снимала как-то и в спальне. Свои видео, но многие написали, спальня это не место для видео. Я тоже так считаю, и я против этого. Ну, а других, как бы таких мест, сильно у меня не было. Этот рукодельный уголок я заказывала себе на свое день рождения, день рождения канала. Это должно было выйти видео 23 ноября. Но, к сожалению, как все знают, я заболела. И ноябрь я приболела. И у меня был тяжелый месяц, конечно, такой. И в итоге видео перенеслось на декабрь. Сейчас как раз все готовятся к новогоднему празднику, конечно же, готовят подарочки. И уж точно не до мастер-классов. Я думаю, просто вяжут. Но мастер-классы, мне кажется, давайте мы оставим на январь. А сейчас мы просто будем болтать, можно сказать. И давайте перейдем, наверное, к уголку все-таки. Я сначала, конечно, думала, что здесь будут стеллажи, я вам все подробненько потом ближе покажу. Но я думала, либо сделать на заказ данный уголок, либо заказать все в Икее. Ну, вы, наверное, уже догадались, что этот уголок я заказала или в Икее. Но когда я позвонила на местную мебельную фабрику, там предприятия, там даже, которые там, гаражные предприятия, которые делают мебель, то мне сказали, что рукодельный уголок будет готов только через месяц. А мне надо было к 23 ноября. Как вы помните, я уже сказала. Меня это, конечно, не устраивало. Потому что я в начале ноября, по-моему, или в октябре только решилась на это. Я долго думала. И когда мне озвучили уже цену, то я уже, конечно же, сразу определилась, что, конечно же, я буду заказывать в Икее. И еще у меня была такая мысль, огромный плюс Икее, что это все мобильно. Я могу все передвигать, местами менять, докупать вот всякие ящички для стеллажей. С дверцами я могу купить ящички, коробочки я могу другие купить. Могу распределить полочки, например. Вот чем мне нравится Икее, это все очень-очень мобильно. И также этот стол. И все-таки я решила заказать в Икее. Но у нас в городе Икее нет, поэтому мне пришлось пользоваться, в общем, фирмой «Ван до дома» называется. Это не реклама ни в коем случае. Я ее реально пользовалась, и не первый раз я в них заказываю. Все отлично, до дома мне вообще, до квартиры доносят. Все, что вот, всю мебель, все мне принесли до квартиры. Не до подъезда, а в квартиру прям принесли. Вот в этом я, конечно, была очень удивлена. Это все было очень тяжелое, большие коробки. Но они принесли. Я заказала у них. И что я выбирала? Конечно же, мне необходимо было, чтобы у меня были стеллажи для пряжи. Куда я положу всю свою пряжу, чтобы это все сложить в одно место. И я выбрала стеллажи «Калакс». У меня тут два стеллажа «Калакс». Это 4х4. Это вот эти 4 секции в высоту и в ширину. И один «Калакс» сверху, я вам его задалека потом покажу. Сверху «Калакс» он у меня 1х4. Он стоит сверху вот этого стеллажа. К данному стеллажу «Калакс» я докупила вот эти вот коробочки. Эти коробки называются «Дрёна». Они у меня белые, серые. И вот здесь снизу у меня есть белые коробочки. Они даже еще не все, представляете, заполнены. Оказывается, у меня не столько еще и много пряжек. Но это, конечно, представляете, это раз, два, три, четыре, пять. На четыре это 20 коробок пряжи у меня должно быть. Ну ладно, вот здесь у меня книжки стоят в двух ящиках. Здесь тоже вот книжки у меня стоят. А все остальное это, конечно же, пряжа. Но у меня даже половина, наверное, всего вот этого не заполнено. Ну, у меня, конечно, и в других местах лежит пряжь, но я не стала ее перекладывать. Если хотите, напишите мне в комментариях, захотели бы вы посмотреть, что в моих коробках с пряжей. Итак, это коробочки у меня «Дрёна». Серые и белые. А вот эти, которые плетеные, они называются «Корзина Гнобас». Девочки, я буду вот здесь все картинки вставлять, и название все с икеи, потому что у них такие названия, что нереально произнести. Эти коробочки, вот они выдвигаются тоже все. У меня здесь такой хлястик. Но вот эти «Гнобас», «Гна», ну вот эти, в общем, плетеные корзинки мне как бы больше понравились. Они, когда в них напихиваешь пряжу, они вширь не раздаются, и легко входят, и выходят из этого. А вот «Дрёна», она вширь сильно раздаётся, но, в принципе, пойдёт. Я как бы скомпоновала их частями так, и пойдёт. За мной вы видите вешалку. Это напольная вешалка. Так как я собиралась, собираюсь, вернее, снимать готовые работы, у меня это видео редко выходит, потому что чисто мне негде снимать такие видео. Сейчас они будут чаще, я надеюсь. Каждый месяц постараюсь, ну, в этом месяце хочу тоже подвести итоги и снять такое видео. Сегодня посмотрю, что у меня получится. И вот эта вешалка напольная, она называется у меня «Мулинг». На неё прекрасно всё вешается, всё изделие. Они, конечно, здесь у меня так не висят. Это я для вас повешала. У меня есть ещё манекен, вот на нём надет мой кардиганчик. По нему есть мастер-класс платный. Всё подробно в Инстаграм. Но сегодня о данном уголочке. И смотрите, у меня здесь стоит стол. Вот этот калакс, у него есть комбинация. Вот такой, это получается вот такая вот 2х4 полочки. И к нему прикреплён вот этот стол. У стола идут две ножки. И я посчитала, ну, знаете, сначала не посчитала. Я хотела сначала комбинацию калакса заказать. А здесь уже ещё вот 2х4 ящички вот эти заказать, чтобы как бы 2 вместе сдвинуть. Но так как вам до дома мне везли, как с Икеи, которая в Омске находится, привозила товар, то у них в наличии данного стола комбинации не было. И мне пришлось искать другой выход. Я говорю, хорошо, что в Икеи как бы это всё мобильно. И я тогда взяла отдельно стеллажи калакс и отдельно стол. Это обычный обеденный стол на 4х ножках. Так называется он Линман. Линман стол, обычные ножки. Я всё это, конечно, покажу. И оказалось, что этот вариант очень-очень даже оказался круче, чем тот. Потому что тот крепился к стеллажам. Вот здесь у него ушли крепления. И уже стол невозможно было сдвинуть. Я же могу этот стол передвигать. Вот сейчас я его так поставила. Потом я могу вот... Он у меня по-другому, конечно, стоит сейчас. У меня ребёнок занимается, так как они на дистанционном обучении. И ребёнок чаще всего за ним сидит, чем я. Потому что видео я здесь не снимаю. Видео я снимаю в другом месте. Но я хочу переехать сюда. И здесь снимать видео. Но этот мой рукодельный уколог находится в зале у нас. Ну, в принципе, в зале у нас редко кто бывает. Поэтому я могу и здесь видео снимать. И как бы, мне кажется, здесь потише. Может, дети меньше бегают соседские и кричат. Вполне возможно. И здесь больше стола. У меня тот стол очень маленький. И не всё помещается на столе. Я не могу нормально разложить. Здесь стол большой. Он, по-моему, метр длиной и 60 шириной. Я покороче не метр двадцать, а, по-моему, метровый заказала. Чтобы он не был очень широкий. Чтобы мы через него не спотыкались. Но его я могу и к стене отодвинуть, и развернуть, подвинуть к стеллажу. Очень удобно. И если вдруг гости, можно на него накрыть стол. И этот вариант мне, конечно, понравился гораздо больше. Вот говорят же, да. Вот действительно, я потом такая вот думаю. Слава Богу, я не заказала комбинацию. Потому что это, это гораздо, гораздо лучше. И что я ещё хотела рассказать. Пряжу. Пряжу, конечно, я быстренько перекидала сюда в ящики. Мне было не до этого. Я сюда всё сложила. Здесь вот у меня лежит пряжа, которую я хочу вязать. Скоро я для вас ещё сниму видео о своих работах, которые сейчас вяжу, покажу. Ну, в общем, привезли мне уголок. Теперь у меня есть уголочек, где я для вас могу снимать видео. И будем, наверное, видеться с вами чаще теперь. Ну, и на этом я, наверное, буду заканчивать. И всем пока-пока. До новых встреч на моём канале. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»